Сельхозпроизводитель Сошник После первого Приобретения Что мы делаем Мы сначала выравниваем горизонт Сейлки Тем самым мы крепим к трактору Таким образом Чтобы первый ряд Был немножко ниже чем Задний А в целом по уровню выравниваем Что мы достигаем этим Тем самым мы достигаем равномерное Прорезание Коутерами На одну глубину Причем первый ряд будет На пол сантиметра ниже Чем задний ряд Далее В данном случае Я смотрю выставлено через ряд Далее мы ставим глубину Коутеров Как правило завода ставится на 3 положения Если это уже опытные Ноутильщики То как правило Коутер используется только для прорезания Пожневных остатков Не более Всю остальную часть Делает уже сошник Соответственно Нам не надо Чтобы коутер Уходил глубоко в землю Многие делают ошибки Проглубляют Вот по этой часть Что происходит Происходит не прорезание А протягивание Уже коутера И тем самым идет Стачивание коутера Который должен отработать 10-12 тысяч гектар Вот соответственно И нарушение почвы Почвы Вот Это приводит как раз таки К минимальной уже Вид поля Как минимальной обработки Далее мы переходим К настройкам Сошников Далее у нас основные настройки Это сошник Сошник Мы уже должны достичь Агрономических показателей Которые необходимы Для сельхозпроизводителя Вот Данный рычаг Регулирует глубину Заделки То есть глубже Меньше В данном случае Мы Как правило На заводе Ставим по центру Несколько рядов Проходим 20 метров Где-то Останавливаемся Берем Наподобие что-то Вот такого приспособления И раскапываем Мы потом на примере поля Это посмотрим И смотрим глубину Соответственно Здесь просто для себя Мы сантиметры Сделали Да и смотрим На какую глубину Это первая настройка По глубине Чтобы селка Например Вот как видно Да сейчас она опустилась И видно Передавленные Семипроводы Что делается Делается Настройка следующая Здесь есть гидроцилиндр Отсюда может быть Его Мы не увидим С той стороны Гидроцилиндр Поднимается Раскручивая Шайбу И под шайбу Подкладываются Дополнительные Как в виде прокладок Шайбы металлические Что это делаем Мы тем самым Поднимаем селку Не заглубляя И смотрим Сбоку Когда проход Делаем первые пробные Там 20-30 метров Смотрим Чтобы параллелограмм Работал Как параллелограмм То есть он не был задрат Да и не был опущен Соответственно Изначально Как я и сказал Выравнивается сначала Селка А потом уже Рабочие органы Настроек Очень много То есть регулирование Можно делать Глубины Сантиметр Два Три Там до Шести Восемь Это в исключительных Случаях Потому что Ну каждый Может быть сезон Пропустил Время пропустил Выпустил Но не рекомендуется Шесть сантиметров Это самое идеальное И самое главное Ошибки наших Первых Сельхозпроизводителей Все стараются Докопать До влаги Пусть она там будет На 10-12 сантиметров Это В данном случае Может быть Двоякая Ситуация Может быть Это как ошибочно А может быть И не ошибочно Здесь надо смотреть По погодным условиям Например Если глубоко Мы это делали Да С агрономической Набухание Семенем происходит А дальше Влаги нет Все Оно погибает Поэтому Здесь Нужно Требования Агрономические Которые есть Это 3-4-5 сантиметров Это достаточно Хороший Показатель Глубины Вот После чего Мы смотрим Как глубина У нас есть Бобровидные Хвосты Которые Плотно Придавливают Семя к почве На данном Виде селки Семена Когда мы Раскапываем Борозду Мы можем Их обнаружить Немножко Сбоку Почему Потому что Когда семя падает Это хвост Он прижимает Не в центр А в бок Тем самым Плотное прижатие Вот Далее Регулировки Здесь Регулируется Данным способом Угол Угол атаки Так называемый Это Образование Бугарка Агрономического Вот Это Один из важных Показателей Аргентинских Сейлок Почему Потому что Данная Данный Бугарок Он необходим Когда Дождь Проходит И по Физическим Свойствам Земли Просто по Центру Происходит Разламывание Почвы Лопается И семя Без Затраты Энергозатрат Выходит Есть Другого Типа Сейлки Где Придавливают И получается Ямы И когда Дождь Проходит И идет Залипание Соответственно Проблема В том Что Энергозатраты Семени Они Очень Большие И могут Быть Неравномерные Всходы Вот Поэтому Данная Конструкция Позволяет Получить Равномерные Всходы Далее Мы Говорим О том Какая Нам Необходима Норма Высила И как Она Регулируется Вот Мы Смотрим Первое Походу Чтобы было Всем понятно По вопросам Изначально У нас В сошник Попадает Удобрение Перемешивая Землей Далее Идут Семена И здесь Можно Одновременно Сеять Еще И мелкие Семена Но Уже Будет Падать Перед Колесом Укрывающим Тем Самым Будет Не На Точно Вымеренную Глубину А просто Выше Чем Основная Культура Вот Регулировка Происходят Нормы С помощью Коробок Скоростей Нормы Скоростей Вернее Нормы Высева Происходят С помощью Коробок На Каждый Бункер Семена Удобрения Мелкосемные Имеется Вот Такого Типа Коробки Вот Маленькие Для Семен Удобрений Вот Большая Для Семен Вот Ну Как бы Большой Разницы Нет Они В зависимости От Модификации Могут Быть Даже Одинаковые Но Главное Что Есть Указание Нормы Высева И Здесь Спокойно Мы Смотрим По Таблице Сколько Нам Необходимо Килограмм Ставим Норму Но Для того Чтобы Мы Были Убеждены В точности Нормы Высева Имеется Рекомендация Приподнять Сеевку На Транспортных Колесах Вот Рабочие Колеса Опустить В рабочее Положение И Сделать 27 С половиной Оборотов Тем Самым По Таблице Мы Умножаем Там Несколько Сошников 5 Насколько Я помню На Количество И Мы Достигаем Тогда Четкую Норму Высева Которая Не Будет Меняться Так Снова Продолжение следует